Перед тем, как мы отправимся с вами в новое путешествие, я хочу вам порекомендовать карту Тинькофф Блэк. Лично у меня таких карт целых две. Я использую карту Мастеркард и карту Мир. Этим банком я пользуюсь уже на протяжении нескольких лет. По моей ссылочке в описании вы получите пожизненное бесплатное обслуживание. Помимо этого вы также получаете до 30% кэшбэка у партнеров, до 15% кэшбэка при выборе категории и до 7% на остаток. И хочу заметить, что это не какие-то там бонусы, а это самые настоящие рубли, которые вы сразу же можете потратить на свои новые покупки. Помимо бесплатного обслуживания по моей ссылочке вы получаете бесплатное пополнение и переводы. Также снятие без комиссий в огромном количестве банкоматов. Ну и конечно же лучший мобильный банк в мире это 100%. Помимо всего этого, что я перечислил, также хочу вам после оформления этой карты по моей ссылочке порекомендовать вам открыть инвестор-пилочку. Данный инструмент поможет вам очень незаметно накопить деньги, когда в конце месяца вы открываете, а у вас там кругленькая сумма. Ну конечно кругленькая сумма зависит от того, сколько вы тратите. Собственно оформите и посмотрите и разберетесь. Очень классный инструмент. Ссылочку я оставляю под этим видеороликом. Переходите, оформляйте, пользуйтесь. Погнали! Всем привет, наши дорогие зрители и подписчики канала. Вы как всегда на канале Семья на чемоданах. С вами я, Славян. Мы в полном составе и уезжаем из Крыма. Кто не смотрел предыдущий видеоролик, тот наверное скажет, почему? А на самом деле в предыдущем видеоролике в самом конце я сказал, повесил спойлер, так сказать, что нам нужно в Анапе получить долгожданную посылку, которая очень сильно нам упростит путешествие дикарями. Ну то есть путешествие с палаткой, как мы любим. Поэтому мы сейчас двигаемся в Анапу. Возможно мы позже вернемся в Крым. Не знаю, будем дальше смотреть. Как говорится, у нас 7 пятниц на неделе, все без планов. Что сегодня нас с вами ждет, я совершенно не знаю. Но знаю точно, что нам нужно обязательно получить эту посылочку. Мы были, значит, в Керчи, Героевская. Здесь у Елены Владленовны всегда, 4 года подряд мы приезжаем именно к ней. Здесь прям первая береговая линия. Ну какая первая? Это вообще прям собственный пляж, нулевая, да. С контакта я ее оставлю, а все выпуски из Керчи, из Крыма, посмотрите в плейлисте Крым 2022. Либо досмотрите этот видеоролик, там дальше всплывут эти все видео. Пожелайте нам удачи. Сейчас я вам покажу обстановочку на Крымском мосту, как отсюда и что выехать. Также посмотрим, что в Анапе. Скорее всего, сегодня мы уже будем ночевать в машине в палатке. Но посмотрим, досматривайте обязательно до конца. Первым делом сейчас заедем на мойку, здесь прям есть в Героевке, классная новая мойка. Помоем тачку. Новенькая мойка, все, сейчас прям 5 сек, пах-пах моем. Ну, красота, мы сейчас еще и метелочкой вот этой пшик-пшик-пшик-пшик, говняхи все ототрем. Можно, конечно, сынок, и по красоте. Для того, чтобы нам попасть сейчас на Тавриду, то есть на Крымский мост, нам нужно покерчить, сделать такой небольшой кружок, потому что прямого выезда нет, поэтому немножко придется покрутиться. Мы поезжаем к ДПС-пункту, значит, на Крымском мосту. Так, вообще, видите, какое сужение идет. Ну что, мы на Крымском мосту. Справа через дорожный мост. Ну, а мы, собственно, по автомобильному. Ну все, говорим Крыму, до свидания и едем на материк. На Анафу. Мы из Крыма уезжаем, но вы не забывайте про наш авторский гайд по большому Крыму. Как приобрести, есть просто ссылочка в описании. Напомню, что цена всего лишь 490 рублей. Ваше путешествие наш гайд сделает очень и очень классно. Мы заехали в Анафу. Ехать нам до центра, где нас ждет посылочка. Еще 49 минут, 16 километров, потому что все стоит. Здесь поворот это на Витязево, если, например, надо Витязево поехать. Возможно, мы сюда и доедем как раз. Но нам нужна центр. Едем сейчас под Жемете и, знаете, после Крыма тут просто все битком. Парковок вообще, свободных мест нет, аквапарк, все занято. Вот так вот здесь просто буря, настоящий сезон. Встали и Роденчик говорит, папа, как много детей. Это, видимо, какой-то детский лагерь, и они вон все куда-то отправляются. Их реально очень много. Это про то, что Анапа для детишек. Вон, гляньте, какая колонна выходит. Зори, Анапа. Видимо, какой-то детский лагерь. Ну вот, что бы вы мне ни говорили, есть чем сравнить. Я про кемпинги. Знаете, вот, например, в Абхазии цены за кемпинги настолько адекватные, причем, ну, в которых, по крайней мере, мы где были. И душ горячий, и Wi-Fi, и электричество. Вот сейчас здесь я снова позвонил в кемпинг. 800 рублей будет стоить наша машина. 400 рублей наша палатка, то есть маленькая такая вот 2 на 2. Если большая палатка, то 600 рублей. Электричество не подводят, вообще, типа, нельзя. Воду подвезти к бусику тоже нельзя. И Wi-Fi у них нет. Прикиньте, это нам надо, получается, вот столько заплатить. До моря нужно идти. Ну, хоть и а-ля первая лень, тем не менее, до моря идти нужно. Трындец. Реально трындец. Хочется бежать. Посмотрите, как забиты парковки людей. Вообще тьма. Я помню это. Я могу смело сказать, что Анапа просто битком. Почему? Мы стоим вот в пробке. Вот мы как заехали в Анапа, мы просто вот так вот еле ползем. Первая, вторая передача. О, сейчас, наверное, немножко мы проедемся. Долго ли? Мы подъезжаем, мы подъезжаем, мы подъезжаем. Вот здесь вот мы поворачиваем налево. И нужно срочно искать парковочку. Надеюсь, у нас сейчас будет парковка. Да, это будет парковка. Я думаю, те, кто давно за нами наблюдают, уже, наверное, догадались, куда мы приехали. Короче, предыстория такая. Нам была отправлена посылочка. Сейчас покажу, какая. Но так как мы не знали, где мы будем, мы отправили к нашим вот знакомым. У них гостевой дом называется Эй-Рос, хозяйка Маша, мы, собственно, Настенька ей позвонила и попросила, можешь получить нашу долгожданную посылочку. Она, конечно же, не отказалась. У меня было выбора. Да. Заходи, Родион. Так. Не в ту сторону. Вот так. Ну что? Так. Так, заходим. Действительно, территория столовой есть. Мы, собственно, и это, наверное, сейчас покушаем здесь. Вот и Маша. Привет. Мы с камерой. Привет. Привет. А где? У-у-у. Смотрите, какая красота. О! Читайте. Прикиньте, какая штука у нас теперь будет. Сейчас вместе распаковывать будем. Как сезон? Людей с 3 очень много. 100%. Здесь такая вот зона. Здесь, ребят, детская игровая. Есть даже банька. Есть такие домики. А есть, собственно, в которых вот мы жили. Это вот прям, ну, гостевой дом. Здесь у них терраса, там, барбекюшница стоит. Вот. Сейчас надо детей забрать. Пойдем покушаем с дороги. Только завтракали. Время уже 5-й час. Пойдемте обедать. Все, пошлите. Пошлите. Ну, детки ломают, Темка. Пошлите кушать. Так, я, на самом деле, контакт Маши тоже оставлю в описании. Также этот контакт есть и в нашем гайде по Анапе. Можете гайд тоже приобретать, путешествовать по Анапе с легкостью и с удовольствием. Очень много классных мест. Вот здесь менюшка такая. Сельдь под шубой 130. Больше от мы заказали. 90 рублей. Пюрешки 70-30, 60, макароны 60. В общем, такие цены. Очень даже ничего доступны. Официантка, мы вот тут сядем? Вот этот, вот. Они какие-то столы новые, да? Наверное, да. Обновились. Как же здорово после дальней дороги бахнуть борщичка. Мы пока кушали. Маша приносит нам свое домашнее вино, представляете? Короче, все хотят, чтобы я спился, походу. Ребята, здесь растет виноград. Мы прям сидим под ним. Вот этот абрикос, огромный. И Маша принесла еще нам персики домашние. Это у них у родителей все хорошо растут. Мягкие, мягкие вообще. Обалдеть. Так, ты сочек котлетку дай. Огромные, вообще огромные. Давай попробуем, мы все едем. Мы все едем, мы все едем. Вот такой вот. Кайф. Ну и что, настем? Батл. Батл крымский, анапский? Ммм. Очень вкусный. Вкусный? Своего огорода. Капец какой волосатый. Надо было смыть. Почему? А зачем это? Как с грядки. Сейчас я попробую. Ой, вкусный. Конечно, негасен. А мальчишкам еще дали огурчики, которые прямо здесь растут. На этом участке. Вот он пока в упаковке. Он, конечно, вообще огромный. Я даже просто не представляю, куда его деть. Фух, в следующем выпуске сделаем распаковку. Вообще посмотрим, что он из себя представляет. Фух, надеюсь. Класснее. Думаю, сейчас сможешь сидушку вот так сложить. Опа. И походу сейчас его вот так сюда поставлю. А Настенька с Артемом пока здесь сядут. За моей спиной стоит эта огромная коробка. Мы сейчас отправляемся в новое место в Анапе. Так что не переключайтесь. Сейчас все покажем. А приехали мы погулять и посмотреть на новую часть набережной в Анапе. Поэтому я предлагаю вместе с нами сейчас погрузиться в эту атмосферу. И показать вам, так сказать, самое новое, что здесь есть. Погнали! Здесь установили вот эти заборчики. Я так помню, долго-долго и очень делали. И вот все-таки сделали. Все новенькое. Шикарный вид на море. Вот сюда вот если пройти, значит, мы попадаем на пляжи. Там можно к ним обязательно спуститься. Здесь застраивают отелями. Вот, например, новый. Совсем скоро, наверное, откроется. Но я думаю, что в следующем сезоне, судя по окнам, там только идет отделка. Вот, дай бог в следующем сезоне, если откроется, здесь будет очень много людей. Ну, вообще, конечно, прикольно, учитывать, что вот сюда, в эту часть уже машины не заезжают, только, ну, какие-то, видимо, обслуживающий персонал, то здорово. Здесь вот что-то тоже строят, что-то будет. Ну, и тут хорошо, что я могу вам сказать. Ресторанчики есть, сейчас еда 34. Ну, и как вам сходу, напишите в комментариях. Вот, постройка. Тоже здесь что-то будет. А вот вообще живой дом. Прикиньте, как люди классно живут. Пусть он и старый, но какой у них вид. Вы только вдумайтесь в это. Это вам не хухры-мухры. Ну, слушайте, мне нравится. А, они еще закрыты. Видите, тоже вот про что я говорю. Только на самом, так сказать, рассвете находится. Набережь это открыли. И то, кстати, смотрите, не всю. Вот, например, часть закрыта, загорожена. Там укладывают ступеньки. Значит, будет очень интересненький спуск к морю. Ну, вот здесь вот будет в ближайшем будущем спуск. Вот прям для колясочек. Вот так вот. И можно будет уже непосредственно спускаться вниз. Я надеюсь, что прямо в самое ближайшее время все доделают. А, возможно, вторая часть набережной откроется только к следующему сезону. Учитывая, что я вот смотрю, вот здесь эти кубы установлены. Это, видимо, основания вот такие вот будут. Только с той стороны. Конечно, я думаю, что в этом сезоне, наверное, не успеет. Потом далее идет за домами новый ресторан, отель пятизвездочный. Фирмы все разные. Очень красиво. Здравствуйте. Здравствуйте, ребята. Очень красивое заведение с видом на море. Цены, конечно, рестораны. Суп куриный стоит 280 рублей. Да. Очень красиво. Не, я ни в чем, ни вопрос. Я вообще оправдываю. У них здесь и отель, у них включила зона, бассейн. Да, у них здесь прям вообще прикольно. Очень круто. Просто мне интересно, сколько стоит такая роскошь в Анапе. Ну и, собственно, все. Конец этой новой набережной. Такой, получается, очень-очень небольшой кусочек находится прям накручен. То есть, да, на обрыве, по-геленджиковскому говорю. Вот. А дальше здесь, получается, уже такие другие гостевые дома. Так сказать, старенькие относительно этих отелей, да, и новых всех этих построек. И здесь уже начинается продолжение. Здесь смотровая. Сейчас тоже подойдем, посмотрим. Море сегодня вообще. Штиль, на самом деле, так и манит искупаться. Вот. Здесь даже уже нет асфальтика. Так. Вот. Покажу вам здесь пляжи. Здесь вот как раз все очень хорошо видно. Посмотрите. Вот про что я вам говорил, что вот можно спуститься, спускаться, спускаться. Получается достаточно долго спускаться. Вот. Ну и пляжи. Сами видите, они каменистые. Ух ты, чайки сидят. Оборудованные. Там есть зонтики, навесики, кафешечки, шашлычки, лежачки, медпункт. Вот. Но это все кому-то, конечно, может очень даже не понравиться. Такой заход в море. Мутноватая вода возле берега. А я, смотрите, что вижу. Вот люди, где проходят, там прям, видимо, протоптали уже. И там более-менее заход. А дальше вот если заплывать, пузыри какие-то пены. Прям грязноватая водичка, конечно. Да. Вон там вот находится суксех. 800 ступеней, 400 ступеней. Вот. И ласточкиных гнезда. Вот как раз до ласточкиных гнезд мы тоже хотим сгонять сегодня. И посмотреть. Мы там тоже не были. Мы добрались до этого замечательного места. Посмотрите, за моей спиной вот это вот на горе. Это как раз ласточки на гнезда. Если вот сюда посмотреть, вон там вот за бугром, вот где люди стоят, оттуда, в принципе, видно. Там как раз эти 400 ступенек находятся. Море, штиль, виды, конечно, потрясающие. Вау, красота. Словами не передать, ребятки. Вот тут вот так строится. Будет у людей, конечно, шикарный вид, когда они все достроят. Вот мы начинаем спуск. Здесь он шлагбаум стоит. Вот здесь вот видите, даже можно пройтись с колясочкой, даже такой, как у нас. Вот. Вон они, ласточкиные гнезда. На самом деле, вот мы сюда припарковались. Люди идут, наряжаются, чтобы сделать красивые фотографии. На самом деле, Настяка тоже очень-очень давно хотела сделать себе здесь фотографию. Здесь, кстати, находится автокемпинг. Мы тоже так что-то подумали, а что бы нам здесь не остановиться. Но у нас нет с собой никакой еды, мы не купили. Вот. И плюс ко всему, что-то, короче, еще... А, мы хотим искупаться. Завтра утром проснуться. Искупаться, потому что на улице жара. А здесь нужно будет спускаться по вот этим ступенькам, 400 ступеней. И то я вроде как слышал, что они сейчас поломаны. И получается, что к пляжу ты и не спустишься. Поэтому, ну, нет смысла здесь останавливаться. А так вообще тут стоит по 700 рублей палатка. И включена сюда же машина. Вот. Ну, собственно, вот если кому-то нужно, вот я вам сказал по актуальной информации. Еще здесь на входе висит табличка, что типа машину лучше не оставлять. Потому что, возможно, камни падают. Вот. Ну, и, собственно, вот здесь с правой стороны можно заметить, видимо, что-то падает. Это не здесь. Периодически, видимо, прочищают дорогу. Конечно, на машине туда спускаться тоже отчасти опасно. Не дай вов попасть под такой камни пад. Но чаще всего это после дожде, если дело происходит. Вот. Ну, люди туда, как видите, заезжают. Вот на таких седанах-то, по-моему, едет Бэха. Вот. Ну, дорога нормальная. Мы пошли с коляской. Славик решил остаться. А я с мальчишками хочу вот сходить до той статуи. Медвежонка. Сделать фотографии мальчишкам. Давай, Снечка. Темочка, не убегай далеко. Мамочку, жди. Пойдем, Родион. Темка сел там, наслаждаться. Видим, сейчас жара подспала немножко. А так вообще сейчас самое лето южное началось в июле месяце. Днем так вот не походишь сейчас. Очень тяжело. Пожари. Такой вот. Такой вот мишка здесь сидит. Мишка, мишка. Аккуратно там вещи, не урони ничего. Аккуратно там вещи. Стой, Артем, стойте, я поснимаю виды. Вот такой вот открывается. Водичка какая-то грязненькая. Что-то мутноватая везде сегодня. Вон они над нами, прям ласточки на гнезды. Высота, конечно, вау. Вот он кемпинг. Вот он в таком состоянии, беседки. Да. Ну так, запущено. Вот как вот все кемпинги вот на нашем берегу. Примерно одинаковые. Что? Берут, а получается обустроено ничего. От слова совсем. Не знаю, дежурит ли кто-то здесь. Но вот мы прошли, никого нет, ни охранника. Не знаю, но шлагбаум закрыт. То есть просто так сюда как бы не заедешь. Здесь перилки деревянные такие сделаны. Ну и, конечно же, да, все эти виды шикарнейшие. Да, виды вау. Ну а вот, собственно, эти ступеньки 400. Пойдемте к ним. Парни, пойдемте туда. Вот, собственно, читается спуск. И тут такая табличка. Спуск к морю в аварийном состоянии опасно для жизни и здоровья. То есть не спуститься. Ну, вот она лесенка. Мы сделали очень классные фотографии. Все фотографии сможете посмотреть у Настеньки в телеграм-канале. Да, Настенка? Да. Так, вот он спуск. Нельзя же спускаться. Опасно для жизни. Это если сыночек дальше, дальше я не пойду, не переживаю. Вот Темка переживает за меня. И посмотрите, какой здесь вид открывается. Здесь такой есть, типа, каменный стул. Чуть-чуть подальше пройдемся. На самом деле, да, ступеньки, конечно, в очень и очень плохом состоянии. Но туда спускаются. Вон, девчонки, поднимаются. На самом деле, я не хочу спускаться. Вообще не хочется. Вот они отходят, вот эти пласты. И, конечно, в ближайшее время он точно свалится. Вот они виды. Какие открываются. И вот начало ступенек. На самом деле, достаточно, если вам нужны просто фотографии, просто приехать и здесь вот так фотки, как сделал я сейчас Настенке, просто перейдите в ее телеграмму и посмотрите. Если вы не хотите купаться, то абсолютно нет никакого смысла спускаться по этим ступенькам, потому что спуститься это одно, а подняться это уже другое. Так что думайте перед тем, как спускаться. Мы еще даже не поднялись, но решили, что на гнезда мы не пойдем. Потому что устали, дорога, подъемы, спуски, плюс дети, да, это все равно затратно. Ну, в общем, опять мы оставляем эту вершину на другой раз, да? Да. И еще у нас маленький малыш. Да, нам тем более сейчас нужно еще в магазин купить продукты, набрать воду, найти, куда нам заселиться, ну, точнее, где нам остановиться, да? Да. И хочется очень сильно... Нам еще нужно отдохнуть, сделать покупаться. Да. Да, покупаться. Нам хочется покупаться еще в море. Море сегодня штиль, поэтому будем искать. Мы будем с вами прощаться. Увидимся с вами завтра уже в новом видеоролике. Завтра... Завтра видео мы распакуем, значит, коробочку. Все расскажу и покажу, почему именно такое мы выбирали. Его преимущества, плюсы. Вот. Так что, если не подписаны, подписывайтесь и нажимайте обязательно на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. И на этом прекрасном виде буду завершать данный видеоролик, данное вот это класснейшее путешествие. Все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok